Везли чадо, отчитываться за домашнее задание, а в итоге сами попали на ковер. Как самарцы выполняют предписания, связанные с перевозкой детей, проверили сотрудники госавтоинспекции. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Кто получил двойку за поведение на дороге и штраф, знает Кирилл Козин. Наши люди будут ездить по всей самаре. Мы именно появляем таких нарушителей, у кого-то есть. Дети этого папы в этот раз явно опоздают в школу. А причина – несоблюдение техники безопасности. Удерживающие устройства обязательны к использованию для пассажиров до 12 лет. Напрягают они, признаться. У меня трое детей, и в машину просто они не помещаются. Ну, конечно, куда деваться. Пускай напрягают, зато дети в безопасности. Тем более, что удерживающие устройства родители могут выбирать по вкусу. Кресло, адаптер или бустер. В зависимости от роста и веса ребенка. Главное, чтобы был пристегнут по правилам. Иначе штраф – 3000 рублей. Несмотря на такую ответственность большую, за 2016 год должностными лицами Госавтоинспекции города Самара было составлено порядка, больше 3000 материалов по данной статье. Важно помнить, что стандартные ремни рассчитаны на человека ростом выше 150 сантиметров. Для тех, кто ниже, безопасность они не обеспечивают и даже создают дополнительные проблемы. К примеру, угроза удушья. Совсем недавно, 15 января, в аварии на Волжском проспекте пострадали сразу три ребенка возрастом 10-12 лет. Все они были пристегнуты лишь обычными ремнями. При наличии удерживающих устройств травм можно было бы избежать. Кирилл Козин, Александр Каракулько, Новости губернии.